РОБЕРТО ОРОС ДЕ БАРТИНИ Это и породило легенду, что он вообще не принадлежал нашему миру и пришел в наш мир из мира куда более совершенного. И как бы это невероятно не звучало, я должен со всей ответственностью сказать, в этой легенде есть резон. В 2017 году я сделал о Роберте Бартини получасовой ролик, он есть в подсказке и будет на конечной заставке. И там я постарался по возможности подробно рассказать о нем и о белых пятнах в его биографии. В этом ролике же я хочу дать пару фрагментов из этого моего ролика, подтверждающих вот это невероятное предположение. Вот первый факт. Роберт Бартини у нас в стране был авиаконструктор. Более того, можно смело сказать, что именно он создал советскую авиацию и космонавтику, которые безусловно были лучшими в мире. Так вот, например, сохранились документы, доказывающие, что он еще в 1942 году знал, как преодолеть звуковой барьер. Человечеству же эту проблему пришлось решать очень и очень непросто и заплатить за нее многими жизнями. Жизнями летчиков-испытателей. Давайте посмотрим фрагмент об этом. Но что бы там ни было, работа Бартини в СССР – это, безусловно, работа настоящего гения в области авиации, космонавтики и теоретической физики. Так сложилось, что работу свою он начал с маршалом Тухачевским. И работал он с ним достаточно долго. И в 1938 году, после ареста Тухачевского, ему это припомнили. Припомнили достаточно сурово. Он оказался в тюрьме, стоял даже вопрос о его расстреле. К счастью, его не расстреляли, но после этого он продолжил работу в Сталинской Шарыне. Самое впечатляющее в этой работе, пожалуй, следующее. В 1942 году Бартини имел разговор с самим Берия. И Берия ему сказал, что если он разработает истребитель, намного превосходящий по скорости истребителя фашистской Германии, то его отпустят. Бартини согласился. И он разработал такой истребитель. Истребитель Р-114. Чертежи этого истребителя сохранились. Бартини сделал вывод и обоснованный вывод, что этот истребитель будет опережать скорость звука два раза. И вот здесь именно наглядно и проявляется то, что он, похоже, владел знанием. На тот момент человечеству неизвестно. В начале 40-х годов практика развития авиации обогнала его теорию. И на тот момент еще ни один ученый понятия не имел, как преодолеть звуковой барьер. Бартини же сделал разработку, позволяющую не просто его преодолеть, а преодолеть два раза. Звуковой барьер был преодолен только в 1947 году. И многим летчикам-испытателям пришлось за это преодоление заплатить своей жизнью. Вот, например, цитата из книги Ролазурова, книги о Микояне. Вот давайте я ее зачитаю. О грядущих победах Микоян думал очень много. Он стремился к ним, отчетливо понимая, как это нелегко. Листая зарубежные журналы, он видел на их страницах портреты людей с общей судьбой. Эти люди погибли при попытке преодолеть звуковой барьер. Со взрывом врезался в землю истребитель Мастер-4Б. Погиб французский летчик Константин Розан. В Англии над Фарнборо развалился реактивный истребитель, который плотировал Джон Дэй. На самолете с Кайрой нас смертно стегла американца Вердина. Микоян внимательно всматривался в лица мужественных людей. Неужели правда, что дальше дороги нет? Впрочем, есть ли дорога или нет ее, но идти вперед надо. Тоже не буду голословным. Давайте посмотрим небольшой сюжет об этом. Трясясь в тюремном вагоне, Бартини непрерывно думает, какой самолет нужен для приближения победы. Он верен своему принципу – предлагать только новое. В результате появляется проект реактивного самолета-перехватчика со стреловидным крылом. Идет всего лишь 42-й год, и о таких вещах никто даже не думает. Крыло всегда располагается под прямым углом к фюзеляжу. А Бартини делает его стреловидным. Он идет еще дальше, и стреловидность становится переменной, а крыло – треугольным. Расчетная скорость и вовсе фантастическая – 2200 км в час. Такая скорость будет достигнута только спустя многие годы. Лишь в конце 50-х появится истребитель МиГ-21 и перехватчик Су-9. Это только один факт. Есть еще и более впечатляющие. Например, перед самой войной ему удалось создать невидимый самолет. Невидимый в прямом смысле слова. Для глаз, а не для радиолокатора. Тоже давайте посмотрим фрагмент об этом. И должен сказать, и со всей ответственностью сказать, это еще далеко не самое впечатляющее в работе Бартини. Например, перед войной Бартини разработал невидимый самолет. Понимаете, невидимый в прямом смысле слова. Невидимый не для радиолокатора, а невидимый визуально, для глаз. То есть это вещь, которая вообще стоит за гранью, и которую по сей день никто разработать не смог. Как ему это удалось? Версий я читал много, благо их сейчас публикуют в открытой печати. Но, боюсь, ни одну из этих версий нельзя считать научной. Ну что ж, давайте тоже посмотрим сюжет об этом. В 35-м году в СССР на одном из северных аэродромов был испытан секретный самолет-невидимка. О нем стало известно только спустя два десятилетия, да и то совершенно случайно. Завели мотор, самолет вдруг задрожал, и, как писали очевидцы, как бы размазался по взлетной полосе, и просто остался какой-то вот такой блик, еле заметный, и его не стало видно. А потом только слышно было, что он потоп пошел на взлет, что он взлетел. Потом за ним взлетели два истребителя И-16, и эти истребители на звук пытались его найти. Потом было слышно, опять же, только слышно, но не было видно, потому что два кинооператора снимали весь этот процесс тогда на кинопленку. И опять же было слышно, как самолет приближается к взлетной полосе, как он сел, как он пробежался, остановился, выключился двигатель, и самолет вдруг, ну, проявился на взлетной полосе. Я впервые прочел об этом невидимом самолете еще в детстве, в 1977 году, в моем, на тот момент, любимом журнале «Техника молодежи». И тоже, естественно, был очень впечатлен. Не сложно представить боевые возможности невидимой боевой авиации. Почему невидимая авиация так и не состоялась, и почему Советский Союз благодаря этой невидимой авиации не сделал коммунистическим весь мир, боюсь, так и осталось тайной. Публикации об этом, ну, практически нет. Этот пример с невидимым самолетом тоже очень и очень наглядно показывает, что Бортини похоже владел знаниями, неизвестным человечеством. Что тогда, что боюсь и сейчас. Пожалуй, добавлю к этому. В Соединенных Штатах тоже проводились такие аналогичные работы. Приблизительно в этот же период. И там удалось сделать невидимым не самолетом, а корабль. Эсминец Элдридж. Петнагон сейчас называет историю с эсминцем Элдридж устойчивым мифом. Но я лично думаю, что это не миф. Я долго пытался разобраться, много лет с вопросом, возможно ли оптическая невидимость, и пришел себе представьте к его такому, что возможно. Но здесь есть одна маленькая деталь. Это работа над оптической невидимостью. Переоткрыла, скажем так, такие силы, энергетические силы, перед которыми ядерное оружие и детские игрушки. И с такими энергетическими силами наша цивилизация, безусловно, работать еще не готова. Добавлю еще кое-что. Действительно научное обоснование оптической невидимости мне удалось найти в книгах только двух людей. И эти люди и близко не ученые. Более того, я нашел его там, где совершенно не ожидал найти. А именно, это обоснование я нашел в «Хоббите» и «Властеление колец» Толкиена. Кстати, одна из причин, почему я считаю, что центр тайного общества «Ниск» находится в Великобритании именно здесь. И я нашел его в другой сказке. Сказке в прямом смысле слова. Сказке Владислава Крапивина «Дети синего фламинго». Кстати, эта сказка в 2010 году была экранизирована под названием «Легенда острова Дрит». Но, на мой взгляд, лучше бы этой экранизации не было. Она очень неудачна. Это, кстати, произвело на меня такое впечатление, что я после этого даже начал проработку творчества Крапивина в конспирологическом ключе. И результатом этого стала публицистическая книга, работа над которой я уже заканчиваю. Думаю, мы об этом как-нибудь еще поговорим. Заканчивая этот разговор, скажу, конечно, самое главное, что оставил Роберт Бартини, что о нашей стране, что нашему миру, это не лучшая в мире авиация и космонавтики, а это его теория шестимерной вселенной и вытекающая из нее ноосферное мировоззрение, которое, кстати, по большому счету, является развитием мировоззрения коммунистического. Только вот что Марксу, что Энгельсу, что Ленину, думаю, было очень далеко до Бартини. Да это и понятно. Тот же Владимир Ленин в свое время в работе «Материализм и империокритицизм» сказал, электрон так же не исчерпаем, как атом. Природа бесконечна. Нильс Бор назвал Ленина за это великим физиком-деревщиком нашего времени. Да вот только реально-то в вопросах, что ядерные физики. Что в физике вообще Ленин был далеко не силен. В полной мере это, кстати, можно сказать о Марксе и об Энгельсе. А вот Роберт Бартини был в этих вопросах очень силен. И именно поэтому он смог подвести под эту свою теорию, кстати, не материалистическую теорию, очень серьезное научное обоснование, куда более серьезное, чем у Маркса, Энгельса и Ленина. Но об этом мы, надеюсь, поговорим позже. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах. Пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики, какие именно вы видите на конечных заставках. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok